Привет, друзья! Привет, подписчики! Привет, YouTube! Сегодня я хочу поговорить о том, как создать на движке Unreal Engine 4 скриптовый источник света. Недавно прочитал интересную статью на портале Kotaku о том, как древний код из игры 90-х годов, из игры Quake, из игры первой Half-Life, по-прежнему это некий такой скрипт, который контролирует источник света, он был обнаружен пользователем портала Reddit в игре Half-Life Alyx в игре 2020 года, и он был удивлен то, что по сути этот скрипт из 90-х годов по-прежнему используется. Интересной особенностью этого скрипта является то, что по сути управлением источника света, его яркостью, является набор символов, записанных в строковую переменную. И вот, например, для бликов флуоресцентных бликов ламп используется набор строковых переменных со значениями MA. Ну, M является символом, который определяет яркость по умолчанию для источника света, а A является состоянием выключенного источника света. Вот таким образом, чередовав символы MA и MA, получается некий заскриптованный, срежиссированный постановочный эффект мигания света, некая напоминающая морзянку даже. То есть, таким образом можно, например, удобно записать пасхалку, например, либо просто создать классный, срежиссированный эффект света, основанный на четком скрипте, а не на рандоме. Итак, я запустил движок Unreal Engine 4 и работаю с версией 4.26. Это абсолютно чистый проект, в котором нет ни контента, никаких классов, ничего. Итак, создаем наш скрипт света. Значит, естественно, как и в любом другом игровом движке, существует много способов достижения той или иной задачи. Один из самых распространенных способов создания программируемых актеров является создание Blueprint класса типа Актер. Далее помещение в этот актер, по сути, класс кода помещения источника света, например, PointLight. И далее уже получение свойств этого компонента, источника света, получения этих свойств через EventGraph и работа с этими свойствами. Забегая на вперед, если в двух словах этот способ является неправильным, и так мы работать не будем. Самый точный, самый верный способ работы, если вы, перед вами, как перед программистом состоит задача, работа с большим или с малым количеством источников света в вашей сцене, это является работа с так называемыми актер-компонентами, подключаемыми актер-компонентами, по сути, являющимися микрокомандами, микронаборами кода, по сути, что-то подобие плагинов, подключаемых к актерам, определяющие тип актеров, умеющие определять тип актера и получающие, соответственно, доступ ко всем свойствам этого актера. Это такой более процедурный, более объектно ориентированный способ программирования. Итак, давайте создадим Blueprint класс компонент, типа Актер-компонент. Я обычно использую маску имени A-Comp, Актер-компонент. Пусть будет имя нашего компонента Scripted Light, заскриптованный свет. Сценарный заскриптованный свет. Давайте добавим какой-то Light Comp component, собственно, источник света, которому будем подключать наш компонент. Не имеет значения, это будет типа Stationary, либо Moveable. И Stationary и Moveable может во время геймплея менять яркость, только Static не может менять яркость. Он является полностью запекаемым источником света в карту света. А Stationary может во время менять яркость, во время в коде, во время выполнения. Ну и Moveable, соответственно, обладает всеми свойствами. Полностью динамический источник света. Пусть будет Moveable, для удобства, чтобы не кошмарить, чтобы нас не кошмарило сообщение Light is need to rebuild. Так, допустим, Point Light, допустим, Rack Light. И к ним мы сможем подключить наш компонент. Давайте подключим. Возьмем наш источник света, напишем A Comp и подключим наш Scripted Light Component. И также его подключим сюда. Да что такое? A Comp Scripted Light Есть. Теперь давайте перейдем к нашему компонент-классу и будем его программировать. Первое, с чего начинается программирование компонентов, компонентов, актер-компонентов, это собственность получения типа актера, к которому подключен данный компонент. И начинается это с команды с функции GetOwner. То есть мы получаем здесь на выходе собственно нашего актера, к которому мы подключены. Далее у актера мы должны получить собственно компонент, к которому мы подключены, так как у актера нет понятия интенсивность света. Хотя этот актер является PointLight актером. У актера дефолтные свойства это трансформация, рендеринг и тому подобное. Но точно не интенсивность, несмотря на то, что это является вроде бы источником света. То есть если мы здесь попытаемся ввести команду SetIntensity, мы ничего не мы не увидим этих свойств, так как здесь мы получаем только нашего актера. Теперь нам нужно получить доступ именно к компоненту. А мы видим, что вот наш актер, PointLight актер, является, в нем есть такой компонент, называется PointLight Component. и уже у PointLight компонента соответственно есть свойства Intensity. И у RackLight компонента есть свойства Intensity, и у всех источников света есть свойства Intensity. Даже если мы выберем наш дефолтный, который присутствует в дефолтной сцене Light Source объект, это Directional Light, по сути, Солнце, у него также есть свойства Intensity. И он является также нашим Light Component. Вопрос в том, с каким именно типом Light Component мы работаем. Это PointLight, RackLight, либо Directional Light. Значит, как мы получаем доступ к компоненту уже света? Напишем GetComponent by Class. Далее перед нами стоит вопрос, а с каким именно классом мы работаем? Здесь мы уже должны указать тип актера. Мы видим, что у нас есть PointLight, PointLight Component, у нас есть RackLight Component. И мы можем по большому счету создать переменную, PromoteVariable, сделать ее паблик-видимой и уже указывать, что это у нас тип PointLight, это у нас RackLight, это SpotLight, это Directional Light и тому подобное. Но это как бы неправильный способ, это неправильный подход к программированию. Нам нужно научить наш скрипт автоматически распознавать. Для этого мы обратимся не к фактическому дочернему классу, который присутствует здесь, это вот, например, PointLight Component, обратимся именно к Parent Классу, к тому, от которого унаследован этот PointLight. А Parent Классом является для всех источников света в Unreal именно Light Component. Он так и называется Light Component. То есть, вот, PointLight Component, он унаследован Inherited от Light Компонента, RecLight Component унаследован от Light Компонента, и Directional Light унаследован от Light Компонента. И если мы с вами даже создадим еще такой источник света, как Projector, SpotLight, мы также видим, что он унаследован от Light Компонента. Иными словами, родительский Parent Класс, который, по сути, содержит в себе все свойства источников света, они содержатся в компоненте, который называется Light Компонент. И именно с ним мы и будем работать. Поэтому мы здесь четко указываем, что мы работаем с компонентом типа Light Компонент. Compile. Давайте сделаем из этого компонента переменную, для того, чтобы нам было удобно к ней обращаться. Promote Variable. И так и пишем. Light Комп. Обычно ссылки я указываю как нижнее подчеркивание Ref. Reference. Private Variable. Так. Begin Play. Получили переменную. То есть, теперь мы уже знаем, с кем мы работаем, с чем мы работаем. Далее. мы сделаем проверку на эту переменную. Для того, чтобы избежать каких-то багов. И если вдруг мы по ошибке назначили, либо члены нашей команды по ошибке назначили этот компонент какому-то неверному, неподходящему классу, мы могли, чтобы не избежать ошибку, мы могли вывести на экран сообщение и сказать, это неверный класс. Мы не можем с ним работать. Делаем проверку на переменную Convert Validated Get и проверяем. Если действительно в переменной LightComp Ref содержится вот это, содержится нужный правильный нам компонент класс, то все хорошо. Из Valid. Если он не соответствует, из NodeValid. То есть, если наш GetOwner не имеет компонента типа LightComponent, например, любая StaticMesh геометрия, где-то у нас BasicObjects, например, Cylinder. Это StaticMesh компонент, по сути, это наша геометрия, то, что мы называем StaticMesh, он работает с компонентом типа StaticMesh, здесь нет никакого LightComponent, но, тем не менее, мы можем сюда назначить наш ACOM ScriptedLight, так как это является подключаемым компонентом для любого Blueprint-актера. Но он, естественно, не сможет здесь работать, так как он не сможет найти никакого LightComponent, соответственно, это IsNotValid. Поэтому из Valid мы будем запускать нашу логику работы, из NotValid давайте выведем сообщение PrintString, далее мы сделаем следующее, выведем такую функцию как Append, это сложение строк, в строке A мы запишем, что имя нашего актера, к которому мы подключены, это вот наш актер, здесь мы его именно получили, мы пишем GetDisplayName, получаем имя нашего актера и говорим такой-то актер, здесь мы получили его имя, такой-то актер, нажимаем Shift-Enter, это значит, что следующая команда, следующая строка будет написана с новой строки на экране, такой-то актер, doesn't have, не имеет light component, то есть, такой-то актер, он не имеет light component, он нам не подходит, и вы как программист сможете увидеть и понять, что член вашей команды неправильно просто подключил компонент, и соответственно вы сможете быстро пофиксить данную ситуацию, а isValid, если правильно, тогда мы давайте приступим к созданию функции, addCustomEvent, функция типа event, пишем event, это хороший тон программирования на Unreal Engine, когда event подписывается типом event, функция типа event, event, script, light, источник света по сценарию, scripted light, и мы этот event, эту функцию запускаем здесь, isValid, мы пишем event, scripted light, и так, здесь собственно самое интересное начинается, вначале мы определим нашу строковую переменную, пишем variable, имя переменной будет blink, script, логичное, понятное нам имя, типа она будет у нас, мы можем нажать на вот эту иконку глаз, либо нажать на вот эту instance, это значит, что переменная станет доступна, она будет редактируемая, видимая, либо паблик переменная, давайте создадим категорию, хороший тон программирования, scripted light, либо параметр, можно написать, тип переменной, это у нас строковая, стринг, строковая, строковая, давайте создадим какой-то базовый скрипт, скажу сразу, скрипт включения-отключения, блинка, да, блинка fix, скажу сразу, что для, на мой взгляд, для определения включения-выключения достаточно двух состояний, где 1 это включение, 0 выключение, поэтому мы пишем следующее, 1, 1, 0, 1, естественно, вы можете написать любой свой сценарий работы источника света, getBlingScript, дальше мы воспользуемся функцией, которая называется getCharacterArray fromString, это получение всех символов, всех, все эти символы будут получены и помещены в array, в массив, они будут, все эти символы будут записаны, каждый символ будет записан в массив и, соответственно, порядок этого символа, порядок, это у нас 0, 1, 2, 3, 4 и так далее, начинается массив с нуля, все эти символы будут помещены в массив с индексацией от нуля и до последнего. Теперь нам нужно получать только доступ к этому индексу и далее, инкрементируя индекс, двигаться по нашему массиву. Что мы делаем? Получаем ссылку, getCopy, индекс, здесь мы также создаем переменную, promoteVariable, назовем ее просто iIndex, сделаем ее private, приватную, категория private, light.com.pref также у нас относится к этой категории. Итак, здесь у нас содержится наш символ. И мы говорим, что если этот символ, вот у нас происходит чтение по массиву наших символов, если он у нас равен единице, если наша строка равна единице, вызываем команду branch, оператор branch, условия if. Если наш символ равен одному и это истина, мы обращаемся к нашему light.comp.reference, пишем setIntensity, теперь смотрите, здесь такой важный момент. Мы можем указать в виде переменной нашу интенсивность и сказать, пусть будет интенсивность например 10 и либо 5, либо можем взять random floating range. Я люблю работать более автоматизированно, чтобы код как бы умел брать просто из U-порта данные какие-то минимальные и с ними работать. В данном случае пускай наша интенсивность, которую мы указываем в этой ячейке и будет являться нашей как бы максимальной интенсивностью, иными словами состоянием on. Для этого нам нужно создать локальную переменную вот здесь вот, например, здесь до уже проверки на валидацию вытянуть эту переменную возьмем наш light.com.pref он у нас уже есть, либо мы можем отсюда получить getIntensity getIntensity то есть мы уже можем получить интенсивность помещаем ее в локальную переменную назовем ее Intensity Def Intensity обычно такие переменные я называю так вот Def с маленькой буквы нижнее подчеркивание и уже имя свойства объекта уже именно с большой начинается Def Intensity ну а вы конечно называйте как вам будет удобно то есть я поместил это в дефолтное значение и теперь это дефолтное значение я просто здесь его использую что состояние включения равно переходу наше значение интенсивности вот в эту цифру которую мы здесь указываем она есть этот параметр у любого источника света есть мы лампочку включили если наш символ не равен единице вот он наша линия выполнения кода files если не равен то давайте просто скопируем этот код Ctrl-C Ctrl-V и мы оставляем поле Intensity с значением 0 далее у нас происходит некая задержка определенная как условно фаза света либо фаза выключения команда delay это вот кстати одна из причин по которой я использовал именно custom event а не функцию так как функциях нельзя использовать явно delay я созду здесь переменную длина фазы делаю типа private ups нет это у нас не private у нас public public она у нас будет в scripted light и также у нас этой фазой является наше отключение по дефолту мы оставим значение 0.2 которое предлагает нам Unreal это означает что если мы хотим сценарии сделать после того когда у нас обнаружился в массиве значение 0 мы хотим взять задержку в одну секунду это значит что нужно сделать следующее допустим 1 у нас включился если нам нужна потом задержка в одну секунду мы делаем просто 5 нулей почему 5 нулей мы просто берем нашу единицу то есть 1 да как бы одна секунда делим ее на значение phase length в данном случае 0.2 и получаем что 1 поделить на 0.2 получается 5 это значит что 5 нулей состоит в одной секунде то есть допустим включились на 1.5 секунды погасли на секунду включились 0.4 секунды выключились на 0.2 и опять включились выключились включились такой допустим код конечно как вы хотите такой и пишите на ваше усмотрение так далее нам нужно сделать следующее мы должны взять наш нашу переменную индекса и инкрементировать что мы делаем мы берем get i первый шаг у нас является 0 мы к ней добавляем единичку далее нам нужно понять когда мы должны вернуть ее в состояние 0 для этого используется команда модуль это значит что будет вычисляться переменная i будет расти до значения указанного как модуль числа после достижения этого числа она опять станет нулем сбросится в 0 вопрос в том до какого числа мы ее инкрементируем это за это нам в этом нам поможет нахождение длины массива есть такая функция называется land для массивов длина массива она обозначает количество элементов в массиве причем это количество оно допустим если у нас состоит массив из трех символов из четырех символов допустим при этом мы знаем что наш массив начинает индексация с нуля то есть в данном случае если мы сделаем команду for each мы получим три элемента массива так как у этого будет 0 1 2 3 но длина массива вернет нам именно число 4 то есть 4 элемента массив состоящий из четырех элементов именно этот размер массива мы подключаем сюда то есть это модуль числа до которого мы выполняем эту инкрементацию после того когда наше число наше переменное i вот это число плюс 1 до мы достигнем числа модуль мы сбросимся в 0 наша переменная i мы ее здесь назначаем она у нас соответственно станет 0 и после того когда мы уже ее назначили мы опять вызываем циклично наш event event script light пишем event script light вот по сути вот по сути и весь наш компонент актер то бишь рабочий плагин для движка nreal engine отвечающий за скриптовое программирование источников света давайте конечно же мы его проверим возьмем наш point light сделаем максимальное значение пусть будет 15 дадим ему цвет желтый возьмем наш spot light сделаем его каким-то синим такой или можно тоже красный прожектор будет 50 а здесь допустим наш react light будет очень ярким и он будет у нас холодный источник света мы им всем подключим компонент script light и давайте теперь введем у нас есть тут естественно дефолтное значение например этот у нас будет объект источник света где все разные источники света но наш код умеет автоматически их все определять введем значение например такой скрипт включились на одну секунду погасли включились погасли такой вот здесь давайте тоже введем какой-то рандомный код и для react light также введем рандомный код давайте запустим посмотрим как у нас работает наша сцена как видите все четко отрабатывает нет никаких багов все идеально работает давайте теперь просто возьмем я удалю все источники света и сделаю более такой детальный разбор тест проверяем давайте сделаем значение фаза 0.5 это значит что у нас длина фазы будет полсекунды это значит что две цифры определяют включение либо выключение на одну секунду включили на секунду выключили на полсекунды включили на полсекунды выключили на секунду включили на полсекунды и выключили на секунду. И, соответственно, это выглядит вот так. Вот он у нас полностью мигает, и вы видите, как в реальном времени этот параметр Intensity меняется. Давайте теперь проверим, что будет, если этот код вдруг по ошибке был назначен неподходящему типу компонента. То есть возьмем любой объект, соответственно, это может быть любая геометрия либо любой другой актер на сцене, и вдруг член вашей команды по ошибке назначает этот компонент неправильному актеру. Что у нас произойдет? Вот наш объект, вот наш компонент. Мы запускаем, и мы видим, что сфера doesn't have light component. То есть мы четко понимаем, что наш объект с именем, он не работает. И, соответственно, у нас в лог пишется ошибка. Причем, чтобы вы понимали, это имя не обязательно может быть сферы. Это любое имя, которое находится в фактически имя на сцене объекта. То есть если вы напишите, например, mySphereActor doesn't have light component. И вы четко находите здесь этот актер и понимаете, что именно с ним какой-то непорядок. Соответственно, вы отключаете компонент, запускаете сцену, и вы видите, что все четко отрабатывает. В принципе, все. Мы с вами создали такой классный компонент, который может иметь самое широкое применение. Естественно, это еще не все, что можно здесь придумать. Можно сюда добавить, например, при включении, чтобы назначался рандомный цвет, либо бралась рандомная интенсивность. Но мне хотелось именно повторить тот код, который я увидел на портале Катаку. Мне эта концепция показалась довольно интересной. Если вам понравился этот урок, то, как я это рассказываю, как я это доношу, если вам хотелось бы и дальше изучать Unreal Engine по моим каким-то материалам, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, пожелания. Обязательно прислушаюсь, почитаю и буду стараться чаще выпускать материал по Unreal Engine. А сейчас всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...